уровне понимания. Пчелы очень непростые существа. В Коране есть глава, которая называется «Пчела». И там один из главных выводов говорится, что смотрите за жизнью пчел и многое для себя вы уясните. Так вот, сцена, которую я видел. Южная страна. Нектар, который собирают пчелы, иногда он бродит на стволе дерева. И пчелы знают, что забродивший нектар, содержащий алкоголь, приносить в улей нельзя. Ну, как бы на генетическом уровне им это дано. Тем не менее, отдельные выводки, как бы так сказать, они берут этот сброженный нектар и несут алкоголь в улей. Что дальше происходит? Вот эту сценку я наблюдал. Эта пчела садится на ледку и подходит, значит, с намерением занести это все в улей. А у пчел, там же в отличие от нас, там все продумано, там стоят сторожевые отряды, да? Они с особым обонянием и, значит, сразу фиксируют наличие алкоголя и эту пчелу не пропускают. Вот просто это я наблюдал своими глазами. Берут ее прямо и тащат с этого ледка и сбрасывают на землю. Если эта пчела повторную попытку, а у них память на это остается, если она совершает повторную попытку занести эту алкоголизодержащую смесь в улей, то этой пчеле откусываются лапки. И вот эту сцену как раз наблюдал. Эти пчелы сторожа просто перегрызают ей лапки и сбрасывают уже окончательно слитка. На этом ее карьера заканчивается. Вот что такое на уровне пчел, умение защитить свой лапки. Почему в Коране говорится, что смотрите за жизнью пчел, в том числе поэтому. Поэтому не случайно Коран запрещает категорически потребление алкоголя, потребление табака, азартные игры, как самый страшный грех и предоставление денег под процент. По Корану, если вы кому-то дали 100 рублей, а назад взяли 101 через год, то значит рубль вы украли, потому что по Корану можно получать деньги только через труд, а вы не трудились. Поэтому вот вопрос судного процента, это мировоззренческий вопрос, это внеэкономическая проблема.